Племя Хмонг, которое живет в гористой местности Юго-Восточной Азии, состоит из мирных жителей. В большинстве своем они живут на доходы со своей земли и придерживаются культурных традиций, которые передаются из поколения в поколение. В деревне Хазанан-Бахти власти чувствуют угрозу, потому что так много людей из Хмонг стают христианами. Они бьют их, пытаясь заставить христиан возвратиться к поклонению злым духам. Но христиане из Хмонг отказываются возвращаться к своим бывшим традициям. Многие из них пребывают в тюрьме. Я благодарна Богу, что мы, люди из Хмонг, услышали благую весть об Иисусе Христе, и в 1990-91 годах мы стали христианами. Местная полиция запрещала нам стать христианами, угрожая усадить нас в тюрьму и даже убить нас. Они хотели, чтобы мы снова поклонились злым духам, но мы теперь знаем, что единственно правильно есть вера в Иисуса Христа. Поэтому, если нам придется умереть за Христа, мы готовы умереть. Вместе с быстрым ростом церкви Хмонг, вьетнамские власти усилили свои попытки контролировать или даже истребить эти общины. Правительство считает христианство чужой религией и чувствует угрозу от единства веры, которые испытывают христиане из Хмонг. Верующие из Хмонг просто хотят поклоняться Христу свободно. Власти совершают налеты и преследуют христиан из Хмонг так сильно, что им тяжело это вытерпеть. Пожалуйста, молитесь за братьев и сестер из Хмонг, чтобы они остались верными Христу. Также молитесь, чтобы Бог открыл сердца наших руководителей, чтобы они дали нам свободу поклоняться Богу. Хотя многие христиане из Хмонг сравнительно недавно обратились, они быстро узнали цену своей веры. Если власти узнают о новой группе верующих, они каждого из них арестовывают и оказывают давление через различные виды пыток, чтобы те отреклись от Христа и возвратились к своим традиционным формам поклонения Духам. Очень часто христиан арестовывают всего лишь недели спустя после принятия Христа. Иногда давление может быть суровым. В северном Вьетнаме, где я живу, христианина из Хмонг полиция вызвала на допрос, расспрашивая, почему он верит в Христа. Когда он объяснил, почему он верит, руководители так рассверепели, что убили его, проткнув его рот ножом. Твердость их веры может ускользнуть от многих в свободном мире, но она вторит словам, написанным апостолом Петром около двух тысяч лет назад, когда он говорил, что истинность веры дороже золота, испытываемого огнем. Я благодарю Бога, что с тех пор, как мы стали христианами, нас преследовали так много раз за нашу веру, и мы остались сильными. Я верю, что преследование — это испытание нашей веры в Иисуса Христа. Это производит серебро и золото. Не забывайте молиться о нас, чтобы мы были верными до конца. Я не боюсь, когда они преследуют меня, потому что Матфей в пятой главе сказал, что Господь благословит преследуемых за имя Его. Также в десятой главе сказано, не бояться того, кто может забрать физическую жизнь, но бояться того, кто может забрать вашу душу. Я не боюсь людей, а только Господа Иисуса Христа.